Дорогие коллеги, здравствуйте! Дмитрий Каждан вновь приветствует вас. Сегодня хочу рассказать вам о расческе 332. Расческа предназначена как для мужских стрижек, так и для женских стрижек. Я бы ее рекомендовал стричь на короткие, средние волосы, можно на длинные. В принципе, это универсальная расческа. Из своих наработок я могу сказать одно, что благодаря широким зубцам очень удобно делать тушевку на мужских стрижках. И зачастую я многим мастерам говорю, что данную расческу по большей части должны любить мужские мастера за счет своих широких зубьев. Удобно делать глубокую филировку на мужских стрижках. В принципе, так же можно и на женских делать. Не принципиально. Но, как со мной делятся многие мужские мастера, им она почему-то стала ближе. Видно, наверное, из-за своей особенности, из-за своих больших зубцов. Они хорошо делают тушевку. Я, честно вам сказать, я ее использую. Сейчас, в последнее время, я ее использую. Я люблю ей стричь челки. Не знаю, конечно, почему, но в последнее время я подсел на нее и стригу ровные челки. Мужские стрижки также тоже стригу и также тушую широкими зубами. Потом дочищаю редкими. Люблю стричь ей каре. Бывает такое тоже люблю ей стричь. По сути, универсальная расческа. И длинные, и короткие, и средние. Все ей, в принципе, можно стричь. Но, как говорю вам, из своих наработок, из наработок других мастеров, в последнее время ей стали стричь любители мужских стрижек. Вот все, что я, в принципе, хотел вам рассказать о данной расческе. Ах, да, еще смотрите. Ушок у них достаточно тоже тонкий, достаточно маленький такой. Вот он не выступает здесь ничего. Достаточно, ну, узкий, да, что, в принципе, опять же, подтверждение моих слов, что, почему любят их мужские мастера. То есть, хорошо, хорошо выполнить тушевку. Все-таки бушок достаточно маленький. Вот. Так что, если кому понравилась расческа, заказывайте ее у меня. Буду рад вам ее отправить или продать в Санкт-Петербурге. Спасибо.